Вивман Ланди представляет Обычай пить кофе на завтрак возник в 18 веке. Кофе тогда был на вес золота. Его обожало светское общество и, конечно, торговцы. Совместное производство Вивман Ланди и Франц Телевизион. Совместно с Новонима Продюксион. При участии ТБР, ТБО и ТБСЮД. При региональной поддержке Аквитании и Британии. И при участии СНС. Арт-директор Леонора Маринони. Автор сценария и режиссер Ришар Амон. Моха-Мало. Кофейный путь корсаров. Январь 1708 года. Человек, наблюдающий за кораблями на рейде Сен-Мало. Это пиратский капитан, называющий себя месье де ля Морвей. Мужчина в полном расцвете сил. Прекрасный моряк, умеющий выгодно распоряжаться деньгами. Судовладельцы города поручили ему отправиться в экспедицию за большой партией кофе. В начале 18 века Сен-Мало был одним из крупнейших французских портов и центров торговли. Он имел и военно-стратегическое значение благодаря большому торговому флоту, принадлежавшему судовладельцам, которые имели международные связи, значительные средства, и которые, к тому же, закрепились в Кадисе, открыв там свои филиалы. Так что в начале 18 века Сен-Мало имел экономическое значение не только для Франции, но и для всей Европы. В начале 18 века кофе был редким и дорогим товаром. Поэтому судовладельцы из Сен-Мало, рискнувшие вложиться в плавание в мохе, могли рассчитывать на огромную прибыль. Но в то время большинство европейских держав было в состоянии войны с Францией. Главными противниками Ледовика XIV были Англия и Голландия. Владеть морем значило владеть международной торговлей. Главным противником корсаров из Сен-Мало была могущественная голландская Ост-Индская компания. Ост-Индская компания была выдающейся. Первая организация, выпустившая свой капитал в виде акций. Думаю, понятно, что владельцы акций были крайне заинтересованы в получении прибыли. Зоны влияния Ост-Индской компании описаны в лицензии, выданной ей генеральными штатами Нидерландов. Эта лицензия включала в себя районы на восток от мыса Доброй Надежды и на запад от мыса Горн, то есть, по сути, две трети мира. Компания имела право ввести там торговлю, не опасаясь конкуренции со стороны других голландских предприятий. Также она имела право на свои собственные войска, то есть в каждой фактории компании стоял гарнизон и возводился форт для защиты складов с перцем и другими специями. Семнадцать директоров компании из Амстердама управляли всем. От постройки кораблей до продажи их грузов, используя свою международную финансовую сеть. Превыше всего ставилась прибыль. Чтобы сохранить свою монополию на рынке специй, компания могла уничтожить урожай или сжечь плантацию, если возникала угроза того, что они могут достаться конкурентам. Чтобы сохранить монополию на специи, голландцы применяли довольно необычные методы. Они выбрали несколько островов. Остров Банда в Малукском архипелаге для мускатного ореха, Амбон в том же регионе для гвоздики, а на всех соседних островах эти растения попросту уничтожались. Методы для этого применялись самые изощренные. Например, населению этих островов внушали, что листья мускатного ореха и гвоздики имеют ценность, и за них платили, чтобы деревья, лишенные листьев, засохли. Как видите, стратегия для сохранения монополии была весьма необычной. Судовладельцам из Сен-Мало было жизненно необходимо конкурировать с голландцами. Ост-Индская компания, наложившая лапу на специи, хотела прибрать к рукам и рынок кофе, который выращивали только на высоких плато Йемена, называемого также плодородной Аравией. КОНЕЦ Установлено, что кофе в Йемене был известен издревле. Считается, что его завезли миссионеры Суфии из Эфиопии. Они жевали сырые зерна, чтобы не спать во время медитаций и ночных церемоний, так называемых «зикров». Предполагается, что они и завезли кофе в Йемен в конце 15 века. Слово «кахва», которое в арабском обозначает «кофе», также тесно связано с мистическими практиками. Это очень древнее слово встречается еще в доисламской поэзии изначально словом «кахва» называли «вино». Но в мистических кругах 15 века «кахвой» называли уже не пряное вино, а некий таинственный напиток, позволявший обрести божественную благодать. Когда османы завоевали Йемен, торговля кофе еще только начинала развиваться. Потребление кофе распространялось вдоль Красного моря и по всему Аравийскому полуострову. Исламские богословы оживленно обсуждали этот процесс в Мекке, потом в Каире и, наконец, в Константинополе. Их отношение к кофе было противоречивым. Разрешено или запрещено его употребление по законам ислама. Рассматривался не сам напиток как таковой, а антураж, связанный с его употреблением. В чем упрекали потребителей кофе? Они шумели, пели, танцевали, окружали себя юношами и тому подобное. КОНЕЦ Кофе воспринималось как харам, как нечто запретное. Отсюда пошли все эти богословские дебаты. Харам или халяль, запретное или разрешенное. Из-за его токсичных свойств кофе воспринимали как стимулятор, имевший побочные эффекты, например, половое бессилие у мужчин. Считалось также, что кофе может способствовать мятежам, вызывая политические споры в кофейнях, где его употребляли, что могло подтолкнуть некоторых к открытому бунту. Под этими предлогами кофе периодически запрещали то в Мекке, то в Каире, то в Константинополе. Но вскоре кофе стал настолько популярен, что запретить его оказалось невозможно. В 17 веке в Йемене производили 100% мирового кофе. Небольшая часть продукции закупалась голландцами и англичанами для обмена на шелка и фарфор в Индии и Азии. А большая часть продукции уходила на атаманские рынки. В Европе же первые кафе появились только в 1650 году. На удивление, первой страной, где открылась кофейня, стала Англия. В 1649 году некий армянин открыл первое кафе в Оксфорде. Это был один из редких случаев, когда выходец из мусульманского мира смог получить лицензию на коммерческую деятельность в Англии, отчасти потому, что армянин был христианином. А во Франции произошла невероятная история с атаманским послом Сулейманом Агой, прибывшим ко двору Людовика XIV. Сулейман устроил кофейню в своем парижском доме и обставил его в восточном стиле с фонтанами, плиткой и креслами, где люди могли отдохнуть и расслабиться. Парижских дам, особенно придворных, покорила экзотическая атмосфера этого дома и, в частности, чудесный напиток, который там подавали. Кофе. Особенно после того, как Сулейману пришла идея добавить в него сахар, чтобы смягчить горечь. Заведение стало крайне модным у придворных дам, тем более, что кофе в нем подавали экзотические нубийские рабы. С этого началась мода туркери, продлившаяся почти 20 лет, во время которых потребление кофе все время росло. И хотя мода туркери давно ушла, но кофе остался и стал одним из популярнейших напитков во Франции. Чтобы удовлетворить возникший европейский спрос, голландцы и англичане начинают поставлять кофе, но в небольшом количестве. Марсельские купцы импортируют кофе из Александрии, пользуясь торговым соглашением с Османской империей. Но в связи с растущим спросом и ради сохранения своего рынка, в 1704 году турки запрещают экспорт кофе в Европу. С 1700 года цена на кофе резко взлетела. С 1700 по 1708 цена выросла втрое, вокруг кофе начался спекулятивный ажиотаж из-за возникшего перебоя с поставками. С этим нужно было что-то делать. Таким образом, оценив ситуацию, купцы из Сен-Мало решили попытать счастье и использовать новый на тот момент подход. Новизна идеи была не в поставках кофе в Европу, это уже было. Новизна была в том, чтобы установить кратчайшее морское сообщение, направить свои корабли как можно ближе к месту производства, к порту Моха, ближайшему, где можно было осуществлять погрузку кофе и создать таким образом линию Моха-Сен-Мало, для того, чтобы напрямую снабжать кофе европейские рынки. А уже из Сен-Мало можно будет отправлять кофе туда, где цена на него наиболее высока. Судовладельцы решили снарядить два фрегата, под командованием Деламервея. В ноябре 1707 года морской министр месье де Пон Шартрен подписал каперский патент, разрешавший судам из Сен-Мало плавание и торговлю в Красном море. В военное время, когда море было театром боевых действий, этот патент был необходим Деламервею и давал ему право не только защищаться, но и атаковать корабли врагов Франции. С помощью таких патентов страна приватизировала войну. Торговые суда вооружались и принимали участие в боях, а наши моряки из Сен-Мало стали королевскими корсарами. Патент обязывал их вести каперскую охоту в районе мыса Доброй Надежды. Но он же обязывал их, и это уже было что-то новое, идти в Персидский залив и в Красное море. И к строкам о Красном море есть приписка с целью поставки кофе. Речь идет о закупке партии кофе. Задачей корсаров было налаживание контакта со страной-поставщиком товара, имевшего приоритетный спрос на европейских рынках, коим стал кофе. За несколько лет были открыты шикарные кофейни во всех европейских столицах. Кафе «Флориан» в Венеции, под синей бутылкой в Вене, прокоп в Париже. Деламер Вей знал о растущем увлечении кофе, усугубленном чтением тысячи одной ночи в современном ему обществе. Французы начали грезить арабским миром. До XVII века отношение европейцев к туркам, по большей части мусульманам, основывалось на страхе, и он был небезоснователен. Ведь Турция располагала внушительной военной силой. У турок и арабов было индифферентное отношение к европейцам. Их не интересовало устройство европейского общества, и они не хотели ничего знать о нем. Турки смотрели на них как на варваров, людей вне цивилизации. Турки гордились своей культурой, своей религией, и вовсе не интересовались европейцами. Амбу сахиму кибарав, джиурдина, салям алейкум! Это значит, господин Джурден, да цветет сердце ваше круглый год, будто розовый куст. Это у них все так изысканно выражаются. Я покорнейший слуга его турецкого высочества. Каригар Камбато Устин Мараф Устин Йоккатамалики Басумбасе Аламаран Он говорит, Денис пошлет во мне басилу льва и мудрость змеи. Его высочество слишком добр ко мне. Я тоже желаю ему всяческого благополучия. Осабинамэн садок бабали оракав урам. На фоне безразличия турок к европейцам, французское общество напротив, с концами 17 века одержимы Востоком. Ильди. Мольер отразил это увлечение в комедии «Мещанин во дворянстве», высмеивая месье Журдена. Но это увлечение имело серьезные политические последствия. Людовик XIV открыл в Константинополе школу переводчиков. И в 1704 году профессор коллеж де Франс Антуан Галан перевел «Тысячу и одну ночь». Вся Европа была очарована этим шедевром. Дель Амервей, прочтя об Али-Бабе, Шахерезаде и Аладине, грезил Аравией и Восточным великолепием. Субтитры создавал DimaTorzok Судовладельцы из Сен-Мало намеревались привезти из Йемена как можно больше кофе. Оба фрегата, выбранные Делем-Эрвеем, имели большой тоннаж и внушительную огневую мощь в 50 орудий. В плавании предстояло ежедневно обеспечивать 400 человек. 150 тысяч ливров инвестиций плюс покупка двух кораблей. После всего осталось всего 70 тысяч ливров на покупку кофе в Мохе. Заполнить кофе трюмы двух кораблей могли помочь только каперские захваты. С точки зрения купцов и судовладельцев, финансировавших плавание, каперство — такой же бизнес, как и любой другой. Бизнес, который состоял, я напомню, в захвате вражеских кораблей с их грузом и доставке их во французские порты для последующей продажи. С целью получения прибыли, конечно. Каперство — это лотерея, где можно потерять все, и такое часто случалось, ведь если враг одержит верх в бою, вы лишаетесь всего, но порой можно взять богатую добычу, то, о чем мечтают судовладельцы, капитаны и матросы. Хороший каперский приз — это как джекпот. 16 января 1708 года любопытные и проворные покинули Британь и направились к Мохе. Сначала им нужно было зайти в Кадис, где у купцов хранились деньги. Далемервею предстояло забрать 70 тысяч ливров в мексиканских пиастрах, валюте, имевшей хождение у арабских торговцев, что является примером одной из первых форм глобализации на монетарном уровне. Международной валютой того времени были мексиканские песо, они же пиастры, чей стандарт серебра был гарантирован Испанией, завозившей его в избытке. Гарантия определенного количества серебра каждой монете сделала пиастры валютой для любых сделок. Их достоинство признавалось во всем мире. 1 марта 1708 года мы вышли из Кадиса и направились к Мохе. Ни один француз до нас не бывал в Красном море. Мы идем без морских карт по незнакомому морю, держим курс на юг с попутным посадом. Лишь Богу известны опасности, что нас ожидают. И да поможет он нам. Судовой журнал плавания к Мохе 1708 год. Жизнь моряков на борту была просто ужасна. Их труд очень тяжел. Им приходится ютиться в ужасающей тесноте. Терпеть кошмарное зловоние, стоящее из-за присутствия животных и полного отсутствия гигиены. Многие из них пьянствуют, чтобы облегчить свою участь. На борту каждого из двух кораблей было по 200 человек. А в записях, которые я нашел, отмечено 96 погибших. Это 25%. То есть четверть моряков погибло в этом плавании. Хотя прямо об этом не говорится, я считаю, что на борт старались брать как можно больше моряков именно в расчете на столь огромные потери. Дисциплина была жесткой, суровой и брутальной. Но для успешного продолжения плавания она была необходима. Применялись телесные наказания, способные привести к смерти. Например, моряка могли протащить под килем судна с одного борта на другой под водой, и тот, кто не сумел задержать дыхание, мог попросту захлебнуться. После пяти месяцев плавания корабли вышли к берегам Бразилии. 2 июня 1708 года они встретили корабль Ост-Индской компании. Чтобы обмануть врага, Делемирвей поднял флаг их союзников-англичан, и голландские моряки попались на удочку. Ост-Индской компании Ост-Индской компании Ост-Индской компании и капитан должен был встретиться с капитаном голландцев. Чтобы обсудить условия сдачи, в это же время масса французских матросов высаживалась на захваченное судно и обшаривала его сверху донизу в поисках всевозможных ценностей. Они набивали шапки, карманы, штаны и обувь и хотели взойти на свое судно вместе с капитаном. Но капитан тут же отдавал приказ обыскать всех, кто вернулся. Ведь он прекрасно знал, чем они занимались. Их поднимали за ноги, раздевали, трясли, находили и забирали украденные монеты и ценности. Взятие корабля Ост-Индской компании было счастливым билетом в военные лотереи. Захваченный корабль был набит золотом и серебряными монетами. Этот приз с лихвой покрывал все расходы для МРВЭя. И на закупку кофе в Мохе у него оказалось 750 тысяч ливров. Голландское судно было отремонтировано и переименовано в победителя. Оно значительно повысило грузоподъемность флота Корсаров. 7 июля 1708 года три корабля прошли мыс Доброй Надежды и направились по водам Индийского океана к Красному морю и Счастливой Аравии. 11 сентября 1708 года Капитан Любопытного умер на берегу, проведя 15 дней в лихорадке. Пополнив запасы, мы выходим в море. 25 ноября 1708 года Заходим на Сокотру пополнить запасы воды. Никогда не видел таких странных деревьев. А вода здесь хорошая. 17 декабря 1708 года Наши матросы, отправленные за водой, найдены мертвыми, головы разбиты ударами дубинок, а тела и сколоты копьями. Такое оружие используют черные в этих местах. 29 декабря 1708 года Наш штурман кажется удивлен тем, что мы до сих пор не видим берегов Аравии. Но мы пока не отчаиваемся достичь порта в Красном море. 3 января 1709 года спустя год плавания Даля Мэрвей достиг мохи. Для него счастливая Аравия была неизвестной страной. Его единственными познаниями были картины, возникавшие при чтении «Тысячи одной ночи». Но Моха была городом на Атшибе даже от других стран арабского мира. Тихама равнина почти на уровне моря. Пляжи Тихамы тянутся горизонтально, море кажется бесконечным, вода сливается с небом. Тебе кажется, что ты в пространстве между ними и ни на одном берегу у меня не было подобного чувства. Атмосфера обычно здесь не особо яркая. Часто тут преобладают серые оттенки, потому что из-за жары небо становится серым. А жара здесь, можно сказать, просто чудовищная. Температура в районе 45-50 градусов — это в порядке вещей, и это не редкость. в общем-то. Но здесь очень влажно, невероятно влажно. Один шаг наружу, и вы превращаетесь в фонтан. Под течет с возградом. Нашим морякам пришлось выносить эту жару, их одежда не была приспособлена для этого. Особенно это касалось тех, кто должен был ходить к вождям местных племен, чтобы заручиться их поддержкой, и они были одеты так, как того требовали приличия того времени, а это значит весьма тепло. А также был большой риск в питье. Вода могла вызывать болезни. Было полно комаров, разносивших малярию. Все это, конечно, сказывалось, и смертность была очень высокой. После нашего прибытия Эмир Мохи поднялся на борт для подписания торгового соглашения с городом. Мы узнали о пошлинах, которые нам придется платить. В обмен нам разрешалось исповедовать нашу веру, построить контору в городе и склад в порту. Эмир попросил нас подписать пакт о ненападении на рейде Мохи, который мы отныне обязаны считать священным местом. Очевидно, чтобы вести дела, как тогда говорили о торговле, так вот, чтобы вести торговлю кофе со счастливой Аравией, нужно было завязать и наладить дружественные отношения с местными властями. Корсары пришли в Моху не как военная сила, хотя у них и были пушки. Они из корсаров превратились в торговцев и им нужен был договор с местными, чтобы закрепить свое положение. В Мохе уже были голландские, португальские и английские торговцы. Я отыскал один документ, дневник английского купца в Мохе. они все были там. У всех были склады. Главный базар был у подножия гор, где выращивали кофе, в Бейт-Эль-Факихе, который англичане прозвали Биттлфак, чертов жук. Там шел оживленный торг с местными торговцами, после чего кофе привозили на склады, где он ожидал погрузки на специальные корабли. Это была по-настоящему международная торговля. В то время роль кофе в экономике Йемена была доминирующей. Пошлины, взимаемые с его продажи, обеспечивали стране процветание. И они же составляли основу бюджета. Торговля кофе имела не только локальное значение, ведь в Сане, столице Йемена, старались централизовать большую часть торговли кофе с помощью больших складов. Базар в Сане является одним из древнейших рынков на Аравийском полуострове. Он состоит из множества караван-сараев, которые служат не только для приема местных и иностранных гостей столицы, но и для складирования различных товаров. Эта особенность позволила политической власти вводить пошлины на торговлю кофе, и пошлины эти были весьма и весьма высокими, от 20 до 30 процентов за импорт кофе из близлежащих регионов. кофе настолько важен для Йемена, что методы его выращивания, не менявшиеся веками, сформировали пейзаж страны. Кофейные деревья здесь растут, конечно, арабские, нужна прохлада, поэтому высота между тысячей и двумя тысячами метров для них идеальна. Если дерево слишком близко к уровню моря, оно, скорее всего, засохнет из-за высокой температуры. По факту, это горное растение, и именно в горной местности произрастает лучший в мире кофе. Кофе растет только в нескольких районах Йемена, где для него есть ряд подходящих условий. В основном это горная цепь, идущая от границы современной Саудовской Аравии до окрестностей Адана, где минимальная влажность. Местами там выпадает до тысячи миллиметров осадков в год. Сейчас, как и во времена Даля-Мервея, выращиванием кофе в Йемене занимаются местные племена. Но племена в Йемене не кочевые, а напротив это оседлые крестьяне, имеющие прочную связь со своей землей. На этой пересеченной местности кофейные плантации были отвоеваны тяжелым трудом поколений крестьян, построившим здесь эти террасы. Век за веком эти террасы строились и расширялись людьми из племен, чья культура уходит корнями в эти горы. Сбор кофе начнется после муссонных дождей через три месяца после нашего прибытия в Моху. Я воспользовался этим ожиданием, чтобы изучить арабский способ приготовления кофе. И он очень отличается от того, что я видел в изысканных парижских кафе. КОНЕЦ Приготовление кофе занимает уйму времени, десятки минут. Его кипятят несколько раз. Это целый ритуал. Также вокруг жаровни, где варится кофе, развешивают травы, чтобы джинны напитали его своей силой, а затем проводят особый очищающий ритуал, призванный избавить от дурного глаза и не спасать благоволение джинов и духов на хозяина дома и на всех, кто собирается разделить с ним кофе, потому что кофе не пьют в одиночестве. В Порте Муха для Мерве нужно купить свой груз кофе. В отличие от голландцев и англичан, у него нет своей конторы в этом городе. Ему надо обо всем договариваться. Как хороший купец, он стремится войти в контакт с представителями племен, чтобы закупить кофе прямо у производителей. Торговля сама по себе считалась у земледельческих племен занятием приводящим к сглазу. Почему люди из племен хотели быть подальше от разлагающей рыночной морали? Им было стыдно заниматься торговлей, общаться с торгашами, ведь рыночные отношения являлись антитезой племенных ценностей. Это означало, что имелся особый вид торговцев, занимавшихся не просто торговлей, хотя и таких въедливых и дотошных было полно, но еще были те, кто договаривался непосредственно с людьми из племен, с производителями. Торговыми посредниками часто выступали баньясы, купцы индийского происхождения. Но даже они скрупулезно соблюдали все правила, принятые в племенном сообществе. Словарь торговцев характерен отсылками к религиозным ценностям. к совести так «Бехим Матак» «Имей совесть» было призывом к совести продавца, который должен был убедить его снизить цену, сделать ее более приемлемой. Когда страсти начинали по-настоящему накаляться, покупатель мог пригрозить продавцу, сказав «Билл Каблеала, по закону племени, если ты не снизишь цену, случится что-то плохое». Проще говоря, ссылка на законы племени была прямой угрозой. Но все же этот торг должен был оставаться в рамках строгих правил. Порой продавец и покупатель могли торговаться часами. Ясное дело, что у европейца, не знавшего арабского, не разбиравшегося в сложной племенной социальной иерархии, могли возникнуть большие трудности в подобного рода переговорах. Ведь любая бестактность могла привести к неудаче. Вопрос о цене был далеко неопределяющим в такого рода сделках. Власти разрешили Даля-Мервею закупить 500 тонн кофе. Это была самая крупная сделка за всю историю мохи. Несмотря на огромный объем покупки, кофе, который французы погрузили в трюмы, обошелся им очень дорого. Им не удалось добиться у эмира никакой скидки на экспортную пошлину. Мы покинули моху 20 августа 1709 года с полными трюмами кофе. Едва войдя в Индийский океан, мы встретили второй голландский корабль с грузом пряностей, шелка, слоновой кости и фарфора. К нашей добыче прибавилось еще 800 тысяч ливров. 27 декабря на широте Реюньона четыре корабля попали в ужасный шторм. До Франции им пришлось идти в Росе. Один из кораблей на входе в Ла-Манш захватили англичане. Остальные три успешно достигли берегов Британии. В мае 1710 года спустя 27 месяцев плавания мы вернулись в Сен-Мало. Экипажи истосковались по родной Британии. Что было с кофе? Небольшая часть была продана прямо в Британии и во Франции. С этого момента потребление кофе стало в Сен-Мало семейной традицией и в городе стали открываться кофейни. Но интерес судовладельцев был в том, чтобы продать кофе как можно дороже, а самый крупный рынок с повышенным спросом на кофе находился в Амстердаме. И в 1710-13 годах, несмотря на продолжающуюся войну с Нидерландами, им удалось продать кофе голландским купцам на рынке Амстердама. кофе кофе прекрасно вписался в систему надбавок, наценок и спекуляций, ведь в то время были лишь относительные стандарты на товары, и корабль из Йемена с 500 тоннами кофе могли шесть раз перепродать перед приходом в Амстердам. Для купца его ценность неизменна. 500 тонн кофе — это 500 тонн кофе. Для Ост-Индской компании появление такого количества кофе на Амстердамском рынке стало сюрпризом. Спрос был столь велик, что французы продали свой кофе быстро и за хорошую цену. Прибыль купцов из Сен-Мало была столь велика, что они тут же предложили мне возглавить вторую экспедицию в моху. Но я понял, что не хочу брать командование на себя. Пусть кто-то другой пройдет по кофейному пути, который я с таким трудом проложил. Вскоре голландцы, которые были лучше всех осведомлены о крайне успешной экспедиции из Сен-Мало благодаря прямым поставкам, где-то в 1711 году решили провернуть то же самое. За ними последовали англичане, начался настоящий кофейный бум, который безусловно отразился на ценообразовании в районе производства. Производители и местные торговцы моментально оценили наплыв новых покупателей, готовых платить за их товар, и закупочные цены на кофе в этот период взлетели до небес. В Йемене царила эйфория. Европейские корабли заходили в моху исключительно за грузом кофе. Но производительная мощность страны имела свои лимиты и могла предложить на экспорт лишь 20 тысяч тонн в год. И согласно закону спроса и предложения, цена резко возросла. Ввиду всех этих успехов, а главное из-за растущего спроса на кофе в Европе, потребление которого неизменно возрастало с первой половины 18 века, европейцы стали задаваться вопросом, не стоит ли, не идя на поводу арабов, с их монополией и тенденцией бесконечно повышать цену ввиду постоянного притока новых покупателей. Так вот, они задались вопросом, а не стоит ли попытаться самим наладить производство кофе в других регионах. Ходил слух, согласно которому каждое необжаренное зерно зеленого кофе, которое могло дать росток, должно было быть сварено перед тем, как покинуть моху. Йеменцы были знакомы с методами европейцев и знали, что если тем в руки попадет кофейное дерево, они рассадят его в своих колониях и начнут сами выращивать кофе. Но попытки йеменцев сохранить контроль над кофе провалились. Остинская компания вывезла кофе из мохи на яву. Его рассадили в горах, где был прохладный климат. Эта плантация с 1720 года и по сей день производит огромное количество кофе. В целом с 1720 года Йемен утратил свою монополию на поставки кофе из-за вмешательства европейцев и распространения кофе сначала в регионе Индийского океана, а потом и дальше на Карибах. Европейцы стали развивать свою культуру кофе. Необходимые условия для выращивания этого растения есть только в районах между двумя тропиками. На Яве, на Рыюньоне и на Карибах появились плантации, основанные на рабском труде, использующие огромные сельскохозяйственные угодья. Дешевый колониальный кофе усилил позиции рабовладельцев и начал успешно конкурировать с кофе из Йемена, производимым свободными людьми. С огромными плантациями и африканскими рабами культура кофе стала индустриальной и заменила собой традиционную и куда более дорогостоящую культуру кофе из мохи. Огромный трансатлантический поток поглотил и растворил в себе маленький арабский ручеек. Доля йеменского производства кофе резко упала. От 100% в 1708 году до 6% в 1800. Как и большинство колониальных продуктов, кофе обогащал плантаторов и торговцев, не принося никакой пользы коренному населению, не знавшему даже вкуса этого напитка. Среди торговцев ходила присказка, что кофе, производимый на юге, приносит прибыль только в северных странах. Я считаю, можно утверждать, что тем странам, где кофе производился, он приносил лишь беды. Торговля кофе породила международный капитализм в том виде, в каком он есть сейчас. Кофе является архетипичным продуктом эксплуатации, производимый в нищих странах тропической зоны трудом бедняков. Он проходит весь долгий путь до потребителя. Обжарку, морскую транспортировку, упаковку, сети розничной торговли, перед тем, как попасть в богатые северные страны. Что осталось спустя три века после эпопеи Далемервея? В городе Моха в Йемене, бывшим центром всех Припяти, ныне царят лишь руины и запустения. Страна не смогла пережить утрату кофе. В горах многие террасы ныне опустили. И кофе редко встретишь. Черное золото Йемена утратило кофейный аромат. Еще в 1930 году кофе составлял 60% экспорта, а теперь всего лишь 0,1%. Его заменили нефть и газ, добываемые в пустынных районах в центре страны. На фоне других арабских стран Йемен остается изолированным. Он был замкнут сам на себя в течение веков, пока его социальная и экономическая жизнь зависели от производства и экспорта кофе. Распространение культуры кофе и неспособность Йемена конкурировать с европейскими странами, перенесшими производство кофе в колонии, привело к изоляции Йемена в 18 и в 19 веках. На Сен-Мало все еще лежит отпечаток его корсарского прошлого. Золотой век города связан с отчаянными капитанами, судовладельцами и моряками, призраки которых, кажется, все еще бродят по городу. Здесь история с кофе оставила лишь легкие следы, как, например, название припортового квартала Моха. Но торговля кофе опустошила эти набережные и обосновалась в Гавре, который стал одним из крупнейших мировых центров по продаже кофе. 300 лет спустя, после истории Даля-Мервея, кофе стал важнейшим экономическим ресурсом. Во Франции этот напиток стоит на втором месте по уровню потребления, после воды и перед вином. В мире производится около 7,5 миллионов тонн кофе в год, что делает его вторым по ценности товаром на рынке после нефти. Кооперативная модель Ост-Индской компании с ее методами и приоритетом прибыли успешно применяется и в современных экономических войнах. Если сравнивать с современностью, то отношения между англичанами из Ист-Индской компании, голландцами из Ост-Индской, скандинавскими компаниями, французскими и бельгийскими не слишком-то отличались от того, что мы видим сейчас. Например, жесточайшая конкуренция между нефтяными или авиакомпаниями. В этих сферах конкуренция столь сильна, что трудно избежать насилия, хоть оно и проявляется в рекламе и финансах. Разве что из пушек сейчас не палят. На кофейном фронте во имя прибыли. Частные производители при поддержке Всемирного банка решили открыть производство во Вьетнаме, который в 1980 году 48-го место в ранге стран производителей поднялся на второе сразу после Бразилии. Этот внезапный конкурент привел к разорению массы мелких южноамериканских производителей. С ними случилось то же, что с йеменцами 300 лет назад история повторяется. Выпитый кофе оставляет привкус горечи. КОНЕЦ КОНЕЦ